Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Я родился в маленьком таком поселочке в Татарии, затем уехал в Москву, поступил в институт, затем развалился Советский Союз, затем Татария стала республикой Татарстан, а маленький поселочек превратился в городок. Затем в Москве появился магазин татарских продуктов в Бехетле, и вот только тогда я наконец узнал, что существуют татарские пирожки, которые называются Вакбриш. Почему-то в нашем поселке готовили Эчпачмаки, на канале есть ролик. Готовили Перемичи, на канале тоже есть ролик. Щелкайте. Готовили Балиши или Зурбалиши, это уже не пирожки, а большой такой закрытый пирог, тоже на канале есть ролик. А вот Вакбалишей не было. Вообще, если почитать самого известного автора по татарской кулинарии, Ахмедзянова, был такой шеф-повар в Казани в 20 веке, то вы однозначно для себя не определите, где заканчивается Эчпачмак, а где начинается Вакбалиш. По большому счету разница только в форме пирожков. Эчпачмаки треугольные, Эчпачмак треугла, а Вакбалиши круглые. Начинка практически всегда одна и та же. Сырой лук, сырая картошка, сырое мясо. Но иногда Вакбалиш делается с луком, мясом и рисом. И рис закладывается в вареном виде. Вот сегодня два варианта я и собираюсь приготовить. Один с луком, мясом, картошкой, а второй с луком, мясом, рисом. На мясную часть купил баранины. Сейчас отчек рыжу от этой ноги. Нужно мне шмат мяса. Остальное приезжает до завтра. Что-нибудь еще придумаю. Основные этапы рецепта и перечень ингредиентов, как всегда, в конце ролика прочитаете. Начну я с мяса. В эти пирожки, также как и в Зурбелиш, добавляют бульон. Так что мне надо мясо срезать, а кость отправить вариться. А чтобы бульон был вкуснее, лук добавлю и морковь. Так, мясо пока отложу, а сам займусь тестом. Лука, несладкий йогурт, можно заменить сметаной. Сметану берите небольшой жирности, там процентов 10 достаточно будет. Соль, размягченное сливочное масло и разрыхлитель. И быстро замесить. Можно и руками. Долго месить нет нужды. Просто до однородности и нормально будет. Смотрите, какое. Оно такое вязкое, жирноватое, просто отличное. Все, оставлю полежать, чтобы клейковина набухла. Естественно, надо накрыть, чтобы поверхность теста не пересыхала. Когда клейковина набухнет, тесто станет более эластичным. Сам продолжу заниматься начинкой. Вода кипит, так что соль и пусть рис варится. Кстати, тесто и для вагбеляшей, и для чапачмаков может быть и дрожжевое. Просто с ним возиться гораздо дольше. Я этим заниматься не люблю, да и мне такое вот тесто для чапачмаков и вагбеляшей нравится гораздо больше. Мясо нарезал, теперь займусь луком. Лука должно быть много, вот конкретно много. Именно он, в первую очередь, дает сочность пирожкам. Так что не жалейте. К мясу его и посолить, и поперчить сразу. И перемешать. И про бульон не забываем. Пену надо снять, лавровый лист положить. Пусть варится. Картошку режем очень мелко. Чем мельче кубики, тем вкуснее будет начинка. И сорта лучше выбирать такие крахмалистые. Ну вот, пока возился и рис уже готов. Вы можете варить рис, как вам удобно. Это испанский сорт, бомба называется. Его лучше варить при избытке воды. Если у вас какой-нибудь там басматик, к примеру, то можно его варить классическим способом. То есть до выкипания полного воды под крышкой. Так, половину мяса с луком к картошке, а половину к рису. И перемешать. Так, все, можно приступать к раскатке теста и лепке пирожков. Ну, духовку же надо включить. 180 градусов. Верхний, нижний нагрев. С пирожками все просто. Отделяем кусочек теста, подкатываем его в шар. Затем плющим и раскатываем в круглую лепешку. Толщина теста примерно 4-5 миллиметров. В центр начинку и собираем складочками такими. Так, чтобы в центре осталось отверстие. Именно сюда и буду добавлять бульон. Если мясо у вас нежирное, можно добавить в начинку кусочек сливочного масла. А вообще, вместо баранины можно использовать говядину, курицу, утку, гуся. Будет очень вкусно. Показываю еще раз уже с рисовой начинкой. И вот так, пока продукт не кончится. Все, остается смазать их лизоном. Желток, ложка молока, шепотка сахара и разболтать. И в духовку. Мясо в начинке сырое, поэтому пекутся, как бы, лишить долго. Конечно, все зависит от размера вам большей и реальной температуры в духовке. У меня займет примерно час. Но, принюхивайтесь, как только пойдет такой приятный аромат выпечки, не ошибетесь, он действительно очень классный, отливаем туда кипящий бульон. Я бульон перелил в молочник, чтобы удобнее было. Ну и теперь ждем окончания готовки. Ее, кстати, очень легко определить. Открываете, вытягиваете из духовки вилочкой через отверстие, достаете немного начинки и пробуете. Ждем! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну и вот такая красота у меня на выходе получилась. Из таких 12 красивых вагбалишей. Достаточно крупных... горячие очень. Достаточно крупных таких. Значит, чтобы не путаться. Указанного количества продуктов хватает на 12 таких вагбалишей. Берете, приготовили тесто, разделили его на 12 частей. Начинку приготовили, какую хотите, либо и с рисом, и с картошкой, либо какую-то одну. Сразу ее взвесили, на калькулятор посчитали, на 12 часов разделить. И раскладывайте результаты по весам, чтобы не путаться. Что касается вкуса. Ну, начну я, наверное, вот этот, который с рисом, с мясом. Ах! Классное тесто. Я обожаю это тесто. И классный аромат. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вкусно. Это вкусно. Для меня эта начинка не очень привычна. Потому что, как я уже сказал, в период моего детства, в поселочке, в котором я родился, вагбалишей не было. Были перимечи. Перимечи готовились только с мясом. Ну, там, мясо и лук. Либо эчпачмаки, треугольники. Эчпачмаки всегда были с картошкой и с мясом, и с луком, естественно. Вот. И вот это вот сочетание вот такого теста, картошки, мяса и лука, это воспоминания из детства. И, как любая еда из детства, она кажется нам всегда безумно вкусной. Так, ну и я должен теперь вот эту тоже картофельно-мясной попробовать с баранинкой. Ой, чудо. Сказка. Это сказка. Годится любое мясо. Говядина с говядиной, наверное, даже еще вкуснее будет. Говядину можно брать с жирком, маслице добавить. Ой, чудо. Чудо. И, конечно, вот этот насыщенный бульон дает себя знать. Я, когда готовлю эч-пач-маки, как правило, туда не добавляю бульон. Стараюсь маленькие делать. Ну, туда просто некуда лезть бульон. Вот эти достаточно крупные. Вакбалиши сюда можно бульон добавить. Такая классная начинка получается. Просто чудо. Так что готовьте и наслаждайтесь. И вообще, татарская кухня рулит. Вот серьезно. Она, конечно, нифига не полезная. Потому что она жирная такая. Она очень калорийная. Масляная, картофельная, мясная. Ну, какая же она вкусная, а? Иногда можно себе позволить. Короче, готовьте и наслаждайтесь. Напоминаю, по промокоду Фреска вы можете здорово сэкономить, приобретая ножи в Самура. Огромное спасибо за компанию. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!